Порядка 20 автомашин и около 150 человек оказались заложниками непогоды в Казалардинской области. На участке трассы Казаларда-Жисказган спасательные работы продолжались двое суток. Сейчас они завершены. Все люди доставлены в город. Пострадавших среди них нет. Райхан Тажибаева с подробностями. Движение по автотрассе перекрыто уже четвертые сутки. Однако заснеженные дороги, ветер и недостаточная видимость для смельчаков не помеха. За два дня в сей же ловушке оказались 16 автомашин и 4 междугородних автобуса с пассажирами. Первыми забили тревогу родственники. Выехавшие родные так и не доехали до них. Как только получили сообщение из департамента ЧАЭС, на двух КАМАЗах выехали спасательные отряды. Однако вывезти людей сразу им не удалось. К спасательным операциям привлекли тяжелую артиллерию. В первый же день на вездеходе Кункурал с трассы вывезли 33 человека. Еще 47 доставлены в город на вертолете Ми-8. Из-за нулевой видимости к ночи спасательные работы пришлось приостановить. Их продолжили с восходом солнца. В аэропорту Корхтата врачи Центра медицины катастроф встречают последних заложников снежной трассы. Вместе с ними еще пять человек. Это местные рыбаки. Спасатели искали их двое суток, заметили между озером и трассой. Замерзшие, голодные, но главное все живые. Еда была, ну ели рыбу, чай, снег. Условия сносные были. Сидели, ждали, вертушка прилетела, забрала. Спасибо работникам ЧС. Обмороженных нет. Есть маленькие дети, которые простыли. У людей в возрасте повышенное давление и небольшое переохлаждение. Первая медицинская помощь всем оказана. Сделали инъекции, осмотрели детей. К этому часу спасательные операции успешно завершены. Людей вывезли. Пострадавших нет. Как только очистят дорогу, доставят и технику. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Казардинская область.